Здравствуйте друзья и приветствую всех на канале Airzone Game. Сегодня мы с вами зайдем на один проект, который открылся сравнительно недавно и находится в общем доступе. Называется этот проект Siberian Life. Я уже делал на него обзор и рассказывал и показывал какие-то уникальные и красивые места. К великому сожалению проект открылся, но не в том виде, к которому он стремится. На данный момент это выглядит вот таким вот образом, который вы сейчас видите. Но здесь есть одно но. Проект параллельно разрабатывается именно в российской или постсоветской или СССРовской, как хотите это трактуйте, стилистике. И в дальнейшем все это будет выглядеть примерно вот так, как сейчас вы это видите. Проект Siberian Life будет в российской стилистике с российской архитектурой, ну или советской архитектурой. И даже уже на этом этапе есть локации на этой карте, которые вот выполнены в такой вот атмосфере России или постсоветского пространства. Надо сказать, что разработкой этой карты, этого проекта занимается всего один человек. Вот отсюда-то и открытие, слишком раннее открытие этого проекта для игроков, но еще в неготовой стилистике. Но игроки уже пришли и уже чем-то здесь занимаются, подсказывают разработчику, что бы они хотели увидеть, какие интересные механики они бы хотели увидеть, дома, архитектуру. Начинается диалог между разработчиком и игроками, которые здесь на данный момент играют. А уже достаточно приличное количество людей пришло. Надо еще отметить, что этот проект, это проект для общения. А именно вот этот факт и отличает данную сборку, данный сервер от остальных. Здесь нету и скорее всего не будет никаких военных баз, захватов, ну и еще какой-то вот по стрелушечной тематике. Здесь собираются взрослые адекватные люди для того, чтобы пообщаться, позаниматься какими-то делами, отыграть рпшечку. Ну вот на примере вот этой вот, на которую я попал, когда сюда зашел поснимать. Давай, давайте на меня немножко. Вперед. Вперед, вперед, вперед. Немножко левее. Немножко правее, правее. Вот, по прямой. Блин, почти. Здравствуйте, мальчики. Что случилось? Меня почему-то руль не слушается. Постоянно ведет влево. Руль? Так, ну-ка посмотрим, посмотрим. Посмотрите, пожалуйста, в чем проблема. А на яму не наезжали? Да нет, вроде. Странно. По бездорожью, правда, ехала? Камушки, наверное, по дороге встречали. Возможно. Ох ты, колесо у вас. По ходовке ушатано. Так, на, колесико взять. Сейчас возьмем колесико. Ну да, что-то тут правое колесо. Какая-то пробита. Да, колесико у вас подударилось. Да сейчас, недолго. За полчасика сделаем. Ну что, у вас готово? Ну да, все сделали. По прайсу замена двух колес, рулевая рейка и тяги рулевого наконечника. В общей сложности с вас 20 тысяч. Хорошо. Давайте я вам оплачу. Наличные можно оплатить? Конечно. Вот, держите, пожалуйста. Все, спасибо. Счастливого пути. Спасибо большое. Могу ехать, да? Будете проезжать, проезжайте мимо. Спасибо. До свидания. Счастливо. Ну и вот, друзья, примерно вот так вот здесь происходит роли плей, отыгровка и вообще общение между игроками. Надо отметить, что вот за время, проведенное на этом проекте, а я здесь побывал уже, наверное, дня 3-4, я не увидел ни одного акта агрессии или какой-то еще вот неадекватного поведения игроков. Как я и сказал, действительно, вот этот проект отличается тем, что здесь такая дружелюбная и миролюбивая атмосфера, где люди просто заходят для того, чтобы познакомиться друг с другом, поделиться своими мнениями, а что бы вы хотели увидеть в дальнейшем, потому что, как я уже сказал, еще раз напомню, идет параллельная разработка. Следующий проект откроется на этой же карте, но уже с другой архитектурой. Над этим сейчас и работает автор. Ну и вот ребята заходят для того, чтобы поделиться своим мнением, поговорить с разработчиком, отыграть что-то, что-то потестить, может быть. Вот такая вот здесь атмосфера, которую я не знаю, как передать. Это полноценный сервер, он игровой. Тут есть все уже для того, чтобы пофармить, поиграть, отыграть какой-то РП. Есть полиция, есть медики. Пусть еще не такой большой онлайн, но для игры вполне уже хватает. Человек 15-20 уже есть, как бы, и вот именно тех, кто вот хочет поучаствовать в развитии этого проекта. И да, наверное, можно сказать, что вот данное открытие, это открытие для тестирования каких-то новых внедрений, новых скриптов, обкатывания той или иной механики. Но тем не менее, сервер работает, он открыт, он, пожалуйста, заходите и тоже пробуйте, если вы хотите поучаствовать в развитии этого проекта. А для того, чтобы этот проект возродился уже вот в той самой атмосфере российской архитектуры, практически все готово. Здесь уже есть и работы механиков, есть работы для новичков, какие-то тоже более-менее уникальные. осталось все, то есть, введение не осталось, а упирается все в карту. Ну, а одному человеку, если кто-то занимается разработками армы или хотя бы знаком с этим каким-то образом, то, наверное, понимаете, что это достаточно объемный труд и одному человеку с этим, конечно же, справляться достаточно сложно. Но, все равно, рано или поздно, все поменяется и станет таким, каким я уже показал и рассказал. Все станет таким вот близким нам российским. И я думаю, что это будет, наверное, первый проект, который откроется вот именно в российской стилистике целиком и полностью. Прямо вот все города будут переименованы. Если не изменится их местоположение, то архитектура гарантированно вся изменится. Не останется ни одного дома или объекта, принадлежащего Алтису или еще каким-то уже надоевшим нам проектом. Здесь будет все выглядеть по-другому. Осталось только дождаться этого момента. Ну, а в ожидании этого момента можете зайти и тоже поучаствовать каким-то образом, поиграть, в конце концов, потому что проект играбельный, он настроенный. В общем-то, здесь уже придирок особых и нету. Но можете зайти, посмотреть, поучаствовать, написать в группе ВКонтакте свое мнение, может быть, то, что вы хотели бы увидеть. В общем, если кому интересно, заходите, играйте, наслаждайтесь, общайтесь с людьми, с разработчиком. Ну, а у меня, наверное, на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел и всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok